Дверь. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 10 стих. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им, Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо Мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Размышления, часть первая Личное знание Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 4 стих Иисус лично обращается к фарисеям, приводя в пример пастуха и его стада. Он говорит о том, что только в нем человек может обрести вечное спасение и покой. Иисус говорит о себе, как о пастыре, который входит в овчий двор через дверь и знает своих овец. Они знают его. Он может вести их так, как каждую знает поименно, и они узнают его голос. Он имеет близкие личные отношения с каждым из своих детей. Как Иисус уже говорил до этого, Отец избрал и привлекает к себе тех, кому предназначено прийти к Сыну и приобрести спасение. Мы служим Спасителю, который еще до начала времен знал нас и возлюбил. Давайте же слушаться его голоса и доверять ему во всем. Когда вы стали христианином, каким образом Бог привлек вас к себе? Размышления, часть вторая Только через Христа Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 5 по 10 стих Особенным отношением Иисуса пастыря с его овцами противопоставляются воры и разбойники, которые ищут, как навредить овцам. Это приводит ко второй метафоре Иисуса «Я дверь овцам». Только через него те могут найти покой и безопасность. Все остальные пути поддельные и ведут к разочарованию. Данным заявлением Иисус бросает вызов фарисеям. Их законничество и осуждение приводят людей в религиозное рабство. Он же пришел, чтобы дать жизнь. Нельзя поддаваться влиянию учений, насколько бы внешне благочестивыми они не казались. Если они не ставят в центр Христа, вечная жизнь с Богом возможна только через Его Сына. Вводили ли вас когда-нибудь в заблуждение законнические религиозные течения? Почему нужно опасаться учений, которые фокусируются на делах? Молитва дня Отец Небесный, спасибо, что Ты показал мне истинную природу Своей благодати. Тебе одному я доверяю свое спасение. Помоги мне делиться с другими людьми. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Аминь. Аминь.